Сто Бог ели, яко Бог наш. Сто Бог ели, яко. Сто Бог ели, яко. Подготавливают наши души, наши сердца, подготавливают к этой духовной весне, к святому посту. Подготавливают нас к искренней молитве, к духовному настроению, подготавливают нас к покаянию, подготавливают нас к любви и к всепрощению. Как раз неделя о блудном сыне и раскрывает нам, какая же должна быть любовь, какое должно быть покаяние и какое должно быть всепрощение. Словом блуд церковь именует грех плотской нечистоты. Грех, который разрушает целомудрие человека. Грех, который сбивает человека с правильного пути. И человек теряет свой духовно-нравственный жизненный ориентир. И когда человек входит в этот грех, он находится в заблуждении. Слово блуд, от слова заблуждение, блуждать, это слова все одного корня. Грех, это в переводе слово обозначает мимо. И вот когда человек творит грех, он идет мимо цели. А цель христианина это унаследовать Царство Божие в жизни вечной. Это спасти свою душу. Вот самая главная цель христианина. И человек, который приходит в это заблуждение, он допускает к своему телу пренебрежительные отношения. Допускает нечистую близость и этим оскверняет тело. Оскверняет, потому что тело, по словам святого апостола Павла, является храмом, хранилищем для благодати Духа Святого. И когда человек согрешает, он загрязняет этот сосуд, который, казалось бы, должен хранить благодать Духа Святого. И Духу Божьему становится неприятно пребывать в таком сосуде. Как и все мы с вами понимаем, что когда комната чистая у нас, когда все убрано, нам приятно там находиться. Когда грязно, когда в комнате беспорядок, то нам и самим неприятно там находиться. Вот как раз об этом духовном беспорядке, об этом блуде сегодня и предлагает нам церковь повествование, притчу о блудном сыне. Жил человек некий, который имел два сына. Младший сын попросил у отца своего свою часть имения отцовского, потому что по праву он был наследником и имел какую-то свою часть. Попросил для того, чтобы самому, независимо от отца, пользоваться своим имением. Отец отделил это имущество и отдал младшему сыну. Спустя некоторое время человек захотел удалиться из отчего дома и уйти для того, чтобы самостоятельно жить и распоряжаться своим имуществом, и чтобы никто не вмешивался в его личную жизнь. Когда он ушел в страну далече, как об этом говорит Священное Писание, Он жил весело, казалось бы, с мирской точки зрения. Веселился, гулял, расточал свое имущество, в том числе и на блудниц, поражая свою чистоту целомудрия. И прошло время, когда в стране этой наступил голод, и закончились деньги уже у меньшего сына. Он решил пойти и наняться к другим людям на работу, к местным жителям. Когда он пришел, ему дали работу, самую позорную для иудеев, пасти свиней. Он пас свиней и раздумывал, как он находится в таком уже критическом, духовно-нравственном состоянии. И говорит Священное Писание, когда он пришел в себя, то он сказал, пойду я вернусь к отцу моему, потому что у моего отца, слуги его, наемники живут лучше, чем живу я, потому что я хочу питаться хотя бы рожками, которые дают свиньям, а слуги моего отца питаются хлебом. Когда он пришел в себя, он встал, вернулся к отцу своему и сказал, упал на колени отче, согрешил я на небо и пред тобою, и уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня хотя бы своим слугой, своим наемником, и я буду вместе с ними жить и работать. Но отец, даже не выслушав до конца своего сына, бросился ему в объятия, поцеловал его по-отцовски, принял его, приказал одеть его в красивую одежду, одеть на его ноги сапоги, одел ему на палец перстень, который свидетельствовал о том, что он ему родной сын, и о том, что он имеет прежнюю власть, которую имел, будучи сыном его. До разделения. Слугам своим сказал, чтобы они закололи тельца, питанного, и чтобы праздновали это событие. Когда уже был уготовленный такой пир, то вернулся из поля брат старший, который услышал, что в доме какое-то веселье, спросил у слуг, что происходит. Слуги сказали, что брат твой вернулся, и отец с радостью встретил его, обнял его и принял его к себе в дом, и в честь этого устроил такой пир. И старший сын огорчился и сказал, что я даже не войду в дом. Но отец вышел и к нему навстречу, со своим смирением и говорит, что ты входи, потому что пришел брат твой. Сын старший ответил, что сын твой, который расточил твое имение, пришел, и ты такую радость о нем творишь. Ты приказал сделать пир этот, радоваться, праздновать. Хотя я сколько лет возле тебя и тружусь, и работаю вместе с тобой, и ты даже козленка никогда мне не дал для того, чтобы я попраздновал со своими друзьями. Отец ответил, что сын мой, все, что ты же со мной живешь, и все, что у меня находится, все мое, это твое. Поэтому и нельзя обижаться из-за такого. Ведь брат твой был мертв и ожил, пропал и обрелся. Что же поучительного мы имеем из этой притчи о блудном сыне? Во-первых, мы понимаем, что каждый человек, когда приходит уже в зрелый возраст, когда уже становится совершеннолетним, хочет отделиться от своих родителей, хочет получить какую-то свободу, хочет жить так, как ему нравится, так, как диктуют ему правила современной жизни, хочет жить и не хочет слушать отцовских наставлений, и не хочет слушать отцовских просьб, и не хочет подчиняться старшим. Отец отпускает по своему милосердию. Под образом отца, это есть Отец наш Небесный, это Господь наш Иисус Христос. Старший сын имеет образ фарисеев и книжников, а младший сын — это язычников, которые приходят на покаяние. И что же происходит? Он отпускает сына. Сын идет в страну далече. Страна далече — это страна, там, где человек удаляется от Бога. Но приходит время, когда Господь посылает какие-то скорби человеку. Может быть, за что-то, может быть, для чего-то. Это знает сам Господь. И вот посылает скорбь, в данном случае, младшему сыну, голод в стране. Чувствуя голод, человек готов на все, что угодно. Он готов наниматься в рабство, лишь бы накормить свою плоть. Очень хорошие слова, сказанные в Священном Писании, что пришел в себя, он сказал, пойду я к Отцу своему и скажу ему, Отче, согрешил я на небо и пред тобою. Что же значит пришел в себя? Значит, человек, который творил грех, он находился не в себе. Он не знал, что с ним происходит, потому что находился под воздействием силы дьявольской. И пришел в себя, он очнулся от греха. Значит, пришло к человеку покаяние. Значит, пробудилось сердце, значит, пробудился разум человека. И он решает вернуться к Богу, к Отцу нашему небесному. Это есть покаяние. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, уподобляется тому же блудному сыну в некоторой мере, потому что периодически, время от времени, мы отступаем от заповедей Божьих, уходим от них. И потом снова приходим в себя, приходим в чувство покаяния. И как раз время Великого Поста является тем временем благоприятным для покаяния внутреннего человека. Вот какая радость бывает на небесах о едином грешнике кающемся. Здесь в этой притче открывается для нас. Потому что меньше радость на небесах о 99 праведниках, у которых нету надобности на покаяние, нежели об одном грешнике, который пришел на покаяние. Поэтому мы видим, что необходимо нам делать в этом посту, в этом делании духовном, для того, чтобы быть Божьими сынами, для того, чтобы Отец Небесный принял нас блудных сынов, чтобы принял нас в свой дом Отче. необходимо возвращаться. Если даже уходим мы из духовной жизни, где-то иногда удаляемся в страну Далече, отступаем, но самое важное, чтобы было покаяние. Потому что не самое страшное, когда человек падает, но самое страшное, это когда человек упал и уже не хочет вставать, и не может встать. Вот это вот страшно. Поэтому нам необходимо вставать из этих грехов, восставать из них и приходить к Отцу Небесному, молить Его о помиловании, просить, чтобы Он простил нас, ибо согрешили на небо и перед Ним. Субтитры создавал DimaTorzok